Это детская площадка рядом с домом номер 30 по улице Чебрикова. Место встречи для отдыха жителей нескольких окрестных многоэтажек. Но в последнее время сюда зачастили и вандалы. Недавно хулиганы поломали скамейки. Местные жители их отремонтировали, студенты помогли покрасить. Однако, чтобы впредь ограничить доступ на площадку, в Совете ТОССО вокзальной решили ее оградить и обратились за помощью к депутатам. Мы планируем ее включить на следующий год в программу летнего досуга для детей. У нас всего одна площадка сейчас находится на Невской. И эта площадка, так как она большая, частично благоустроена уже. Депутаты выделили нам средства на установку забора. И в следующем году, в начале года, будут произведены работы по замене этого ограждения. По мнению ТОССО, депутаты этого микрорайона делают большую работу по благоустройству дворовых территорий. Например, в этом году в Совокзальном было построено пять детских площадок. На следующий год возведут еще столько же. Благодаря помощи народных избранников изменился и внешний вид 14-й школы. Депутаты помогают сочинцам и адресно. В частности, жильцам этого общежития. После пожара многие из них остались, как говорится, у разбитого корыта. Все имущество сгорело. На выделенные горсобранием деньги отремонтировали 11 квартир. Сейчас здесь стоит острый вопрос по крыше. К сожалению, крыша сгорела и сделали плоскую крышу. В наших современных условиях, в Сочинской, это не очень хороший вариант. Потому что она греется, протекает и все. Мы уже выделили на проектирование определенную сумму. Заказали проект. Сейчас проект выполнится. И мы уже будем дальше продолжать, чтобы в этом доме была нормальная, полноценная крыша. А возле дома номер 5 по улице Трунова в следующем году начнется ремонт проезжей части. На эти цели депутаты Сочи выделили полмиллиона рублей.